Новое, хорошо забытое, старое. Ивановским школьникам торжественно вручили знаки отличия ГТО. В этом году 78 человек стали обладателем золотого знака, 73 серебряного и 100 бронзового. Я очень рада, что сейчас опять возобновили, в наше время тоже мы так начинали. И очень рада, потому что этот значок непросто получить, надо им потрудиться. Ну обязательно это кросс, легкая атлетика, девочки отжимания, мальчики подтягивания. Затем прыжки. В зале ЦК и О собралось 40 юных спортсменов. Все они прошли непростой путь, чтобы доказать свою готовность. Для кого-то участие было продиктовано желанием показать себя, а кто-то хотел просто проверить свои возможности и научиться чему-то новому. Помимо бега, отжиманий, подтягиваний и прыжков в длину, в нормы входят лыжные гонки и даже туризм. Я сдавала обязательные нормы и сдавала плавание, метание, поход, стрельбу. То есть я пробовала себя во всем. Самое сложное, наверное, была стрельба, потому что я никогда этим не занималась и просто хотела попробовать себя в этом. Ребята шутят, теперь значку нужно соответствовать. Впрочем, лукавят. Обладатели знаков в отличной форме, радуются жизни и кажутся готовы к любым испытаниям. Я считаю, что этот знак очень почетный. Ребята, которые собрались в этом зале, я считаю, что являются примером для других. Он, понятно, что имеет преимущество при сдаче экзаменов в высшие учебные заведения. Если вы тоже хотите сдать нормы ГТО, достаточно просто зарегистрироваться на сайте gto.ru. И уже в Ивановском центре тестирования вы сможете проверить свои возможности. И, вероятно, станете еще одним обладателем почетного знака. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.